Иногда осознанность действительно разрушает семьи. Уметь быть счастливым – это навык. Отвалите от себя. Не надо прощать. Не надо прощать. Многие из вас уже поставили себе диагноз. Уже понятно, что происходит там. Вы вообще забыли о том, что личность, что вы личность, вы превратились в обслуживающий персонал. Сколько детей не воспитывай, они просто скопируют. Конечно, деньги помогают избавляться от зависимости. Друзья, добрый день. С вами Марина Велес. И мы продолжаем ответы на вопросы, которые вы оставили под нашим видео с интервью у Ольги Чебыкиной. При словах Марины берем себя за руку и начинаем защищать себя. За себя заступаться просто слезы ручьем. Как мне не хватало этих слов. Оля, благодарю. Не все могут сходить к такому крутому специалисту, как многим вы поможете. И у меня пазл сошелся. Хочу на разбор к Марине. Мой запрос. Я никак не могу послать бывшего мужа. Столько сделал говна через А. А общаюсь до сих пор. Вопрос напрямую к деньгам вроде бы не относится. Но относится. Хотя и вопроса тоже нет. Но я дам все-таки некоторые комментарии. Что касается того, берем себя за руку и ведем себя. Это как раз про то, что одна из задач терапии – стать самим себе поддерживающими родителями. Вы все наверняка знаете эту фразу, что мы в силах поменять наше детство. Так вот, как раз поменять наше детство не событийно, а отношением к этому детству. Новым отношением. И отношение меняется, оно становится менее драматичным, когда внутри нас поселяется часть, которая нас поддерживает. Мы сами себе и внутренний ребенок, который играет, мечтает. И мы сами себе внутренние родители, которые поддерживают этого ребенка в любых его начинаниях. Таким образом, мы не ждем поддержки от кого-то, будь то родители, или какие-то посторонние люди, или не совсем посторонние. Например, муж. Мой муж меня не поддерживает. Распространенный запрос. Так вы сами себя должны уметь поддерживать. Каким образом? Выращиваем себе взрослую поддерживающую часть, которая образно берет нас за руку во всех наших начинаниях и проводит. Что касается, проводят через все испытания, на пути к цели. Что касается ваших слез, наши слезы всегда настигают нас, когда раскапсулируется то ведерко слез, которое накопилось когда-то и где-то у нас внутри находится. И раз что-то триггернуло, сковырнуло крышечку и потекли слезки. Это всегда прекрасно, потому что происходит освобождение. Поэтому плачьте с удовольствием. Главное, не уходите в жалость к себе и в истерику. Совсем забыла про ваш запрос, как послать бывшего мужа. Почему не можете послать бывшего мужа? Потому что, самая распространенная причина, я не верю в то, что встречу следующего достойного человека. И буду я красавица южная, никому не нужная. И из-за этого страха я держусь, из-за этого полудурка. Поэтому что делать? Самоценность наращивать, самооценку тоже, чтобы не было сомнений в том, что до следующего вы встретите, и он будет лучше предыдущего. «Хочу изменить мышление бедности и вырасти в доходах. Пока не вижу других горизонтов, кручусь в своем привычном мировоззрении, хочу на разбор». Такой общий запрос «хочу изменить мышление бедности». Давайте накидаем, что же такое мышление бедности схематично. Мышление бедности – это в первую очередь ограничивающие убеждения, убеждения, верования, которые нас ограничивают, сдерживают. «Я не верю, что я могу заработать. Я не верю, что можно заработать честным трудом. Я не верю, что женщина может заработать. Я не верю, что в моей стране я могу заработать. Не верю, что в моем возрасте это возможно, с моим образованием или с его отсутствием, с моими навыками и так далее. Короче, я не верю в то, что это возможно вообще. Либо я не верю, что это возможно для меня, потому что я особенно, кривая особенно, косая особенно, неценная, недоразвитая, ненужная. Все, что я знаю и произвожу, оно нафиг никому не нужно. Так что, если это про вас, вы узнали какое-то это убеждение ваше, берем и опротестовываем, почему это не правда. Вот вы написали то, во что вы верите. А теперь напишите 10 на каждое из ограничений, почему это неверно. И одним из подтверждений, почему это неверно, являются примеры других людей. Например, ваше ограничение, женщина не может зарабатывать таких денег, которых вы хотите. Так-так-так, пошарим в пространстве и найдем женщин, которые, да, зарабатывают. Что это? Это примеры, которые показывают, что такое возможно. Итак, по каждому пункту постепенно меняем мышление бедного на мышление состоятельного человека. Хочу финансовых перемен в жизни, но совершенно не понимаю, в какую сферу идти и с чего начать. Есть увлечения и любимые занятия, но не представляю их как источники дохода. Сейчас есть работа уровнем заработка по городу выше среднего, но работу свою не люблю и бросить ее не могу. И вот здесь мы сразу видим внутренний конфликт. С одной стороны, я говорю, что хочу финансовых перемен. С другой стороны, категорично заявляю, бросить свою работу я не могу. Так вот, если эта часть, которая заявляет о том, что бросить работу она не может, сильнее той, которая хочет перемен, какая разница, будете вы искать, что я вам расскажу, что вы услышите, вы не бросите. Поэтому в первую очередь обратитесь к этой части, которая так категорично. Почему нет? Что нет-то? Сказали, работу не люблю, финансовых перемен хочу, а что не брошу-то работу? И вот там как раз начнут высыпаться ограничения, которые мешают. Ой, блин, я такую другую не найду высокооплачиваемую. Там или в кризис не найду, или в нашем городе не найду, или уже возраст не тот не найду. В общем, посмотрите, что мешает и разбивайте. Нужны инструменты, которые помогут избавиться от зависимости. Есть ребенок, хочу, чтобы он был счастлив. Инструменты, которые помогут избавиться от зависимости. Ну, конечно, деньги помогают избавляться от зависимости. Каким образом? Если мы даже знаем, что мы достойны лучшего, что мы хотим перемен и готовы морально к переменам, но у нас элементарно нет денег, чтобы снять квартиру, чтобы себя обеспечить, то никуда мы такие умные не уйдем. Так и будем сидеть и в руку смотреть, и ждать, пока нас покормят. Поэтому денежки обязательно нужны. Самоценность восстанавливаем. Зависимость, созависимость – это всегда про надломленную или отсутствующую самоценность. И что касается ребенка, вы хотите, чтобы он был счастлив. Сколько детей не воспитывай, они просто скопируют. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок был счастлив, станьте счастливы сами. Работайте над своим счастьем. И ребенок скопирует эту стратегию. Уметь быть счастливым. Это не про идеальную жизнь, отсутствие негатива в жизни. Это про стратегию. Уметь быть счастливым – это навык. Это стратегия. Это отношение к себе и к жизни. Если я иду в свое признание, то рушится семья. Начинаются кредиты и непринятие меня. А я не могу не идти. Как выйти из этого круга? Вот как всегда, все понятно, но ничего не понятно. Единственное, вернее, что понятно, что ничего не понятно. Хотелось бы каких-то конкретных деталей. Каким образом начинаются кредиты, когда вы идете в призвание? Что вы там делаете? Почему вы набираете кредит? Непринятие меня. Непринятие – да, это нормальное явление. Каким образом? Когда мы долгое время себя не проявляли, не реализовывались, не работали элементарно, ничего не хотели, обслуживали семью, и вдруг однажды мы заявляем о том, что мы хотим чего-то своего, своей реализации, своего хобби, своего призвания и так далее. Времени для себя элементарно. Хотим, блин, времени для себя. Раньше вы были обслуживающим персоналом, который крутился, как вша на гребешке или как метла вокруг членов семьи. А сегодня вы – женщина, которая начала думать о себе, и все протестуют. Да, это нормально, потому что они привыкли к вам удобным тапочкам. Вы стояли в форме дивана, а сегодня вы неудобная, и они начинают капризничать. Так вот эти капризы нужно просто пережить. Просто пережить. Что поможет пережить? Включайте качественное внимание. Чаще говорите мужу и детям о том, что вы их любите. И тогда они поймут, что капризничать незачем. Мама здесь, и мама по-прежнему любит очень сильно, даже если ее стало меньше. Ничего страшного. Да, все идет как надо. Высокий уровень осознанности может ли помешать в достижении своего результата? Как бы не перемудрить. Мне в декабре 40. Я многодетная мама, трое детей, жена военнослужащего. Сменили 7 мест проживания за 20 лет брака. Вышла на новый уровень познания себя. Увидела смысл в получении нового образования. Но хочу все это вывести правильно. Сохранить семью, но и себя не предавать. Становится страшно. Что ж такое в вашей семье творится, если вам даже нельзя получить образование? Семья становится под угрозу. Она рухнет. Что там вообще происходит? Вы вообще забыли о том, что личность, что вы личность? Вы превратились в обслуживающий персонал? Вы так всех обслуживаете с утра до вечера, что все забыли о том, что у вас есть собственные желания, мечты и так далее. Как получение образования может разрушить семью? Просто послушайте со стороны, чтобы понять, что за трэш творится в голове и в жизни. Дальше, возвращаясь к первому. Высокий уровень осознанности. Может ли помешать в достижении своего результата? Высокий уровень осознанности. Что такое осознанность? Осознание, что к чему ведет. Осознание причинно-следственных связей. Осознанность это в том числе про то, что я отдаю себе отчет, что мои мысли, которые касаются денег, сложно, невозможно, деньги-то сложно, нужно будет сдохнуть на работе, если нужно больше денег, а если будет много денег, меня там ограбят, воруют или проклянут и так далее. Так вот, живет человек, живет в себе и думает, что это истина, это голос Бога или это его собственный голос. Это просто правда. Друзья, ну это же правда. Чтобы зарабатывать в 10 раз больше, нужно работать в 10 раз больше и сдохнуть на работе, как колхозная лошадь. И вдруг приходит осознанность. Тук-тук-тук-тук. Такие мысли не являются правдой. Такие мысли являются ограничениями, являются негативными галлюцинациями, которые достались нам в наследство от значимых людей, спустились сверху. Сценарий прокатился по роду и докатился до нас. Ничего, кроме того, что это бабкины ритузы, ничем больше это не является. Приходит осознанность. Эти мысли не есть правда. И эти мысли ведут к дальнейшей нищете. Нищие рожают нищих, нищие воспитывают нищих. И если ничего в голове не поменять, то вы также воспитаете ваших детей нищими. И, в общем-то, такое коллективное нищебродство. Бедность хором. Хочешь богатства или хочешь быть средним классом, поменяй эти мысли. Вот что значит осознанность. Я осознаю, что такие мысли не есть правда и к чему они приведут, если я продолжу жить с этими мыслями. То есть осознанность – это понимание. Я понимаю, какие мысли к чему ведут. И если я сменю эти трэшевые мысли, негативные галлюцинации на позитивные, деньги – это легко. Или, по крайней мере, не так уж сложно. Ну не так сложно. Ну не космические расчеты, честное слово. И для женщины возможно. И для человека с вашими навыками тоже возможно. Для человека с вашим образованием, с вашим опытом и так далее. Такие мысли начнут вести к увеличению заработка. Конечно, если вы делаете. Если вы не делаете, то не начнут. Вот что значит осознанность. То есть понимание. Само по себе понимание помешает ли в достижении результата? Нет. Понимание как раз помогает достигать результат. И вы там себе, судя по конструкции, вы себе там что-то накрутили, намудрили, что ваше понимание, скорее всего, угрожает вашим отношениям. Потому что как бы сохранить семью, если я пойду получать образование, не развалится семья? Так вот здесь про что? Здесь про то, что у вас в голове противоречия. Я образованная или я работающая стану ненужной и нелюбимой. И это тоже негативная галлюцинация, которую нужно разрушать. Негативная, очень вредная галлюцинация. Разрушайте, образовывайтесь. Быстрее всего разрушаются отношения с никакими. Но оно никакое. Рано или поздно такие отношения разваливаются. Почему? Потому что скучно. Скучно до отвращения. Скучно хоть два пальца в рот. Понимаете? Даже если сначала удобная женщина, хорошая баба, хорошая, готовит, стирает, убирает, готовит, стирает, убирает. Может быть, ипотека там на двоих и так далее. Но в конце концов становится так скучно, настолько тошно. Уже до отвращения. И люди могут продолжить жить вместе, но они душой не вместе. Понимаете? Нужно ли вам это? А как можно быть душой вместе с тем, кого нет? Он просто превратился в тень. Просто какая-то бледная тень. А, кстати, еще такой момент. Иногда осознанность действительно разрушает семьи. Ну, вот такие, которые нафиг уже не нужны. Просто до женщины наконец-то доходит. Что ходит, под себя не ходит, это еще не самое великое счастье. Можно найти кого-то лучше. И они перестают за него держаться. Хочу на разбор. Не могу выбрать. Есть много направлений, которые хочу, но ничего не делаю. Так как можно преуспеть только в одном. Какие вопросы задать себе, чтобы выбрать нужную дорогу, своего пути? Нет. Не только в одном. Зачем вы себя ограничиваете? Если вы боитесь, что у вас не хватит энергии на два и больше направления, начните с одного. С какого начать? Есть очень простой способ. Вы подкидываете монетку. Вернее, сначала загадываете. Орел – это одно дело, решка – это другое дело. Каким же делом заняться, если они одинаково привлекательны для меня? И я не могу выбрать. Загадали. Подкидываете монетку. Пока она летит, пока она не приземлилась, у вас промелькнет ваше истинное желание, которое сидит глубоко в подсознании. «Ой, хоть бы вот это». И вот это «хоть бы вот это», оно как раз является верным ответом. С чего начать? Это будет ваша интуиция, ваше бессознательное. Так что вот такой простой способ, да, как себе ответить. Вот так. Хотела бы услышать мнение в двух вопросах. Возможно, они взаимосвязаны. Первое. Я с сентября вышла официально в институт за дипломом на телесного терапевта. Начала оттягивать с учебой. Она онлайн большая часть. Из-за большой загруженности на работе. Поняла, что если не уволюсь, не хватит ресурса на обучение. С первого числа уволилась и спустя три дня подхватила вирус с температурой 39,5. До сих пор болею уже получше. Не сопротивление ли это? В психологию хотела пойти еще четыре года назад. Тогда дед отговорил. Наверное, я поленилась готовиться к поступлению. Два года назад тоже хотела, но не выбрала институт, а пошла к частным мастерам на живые потоки, больше решая свои проблемы. И вот в третий раз вернулась к желанию учиться на психолога. С зимы выбрала место. Я так понимаю, с прошлой, да? Продолжила ходить на частные тренинги. Чувствую, что нахожу себе много дел, но не учусь. Поэтому и уволилась, чтобы не было обратного пути. Но все равно сопротивление слегла. Сопутствующая ситуация. Любимый мужчина, у которого так и не решаются его проблемы уже два года. И я предложила, что, возможно, боюсь успеха и развития, так как стану еще дальше от него и еще боюсь, чем глубже буду изучать психологию, тем больше начну видеть, что отношения могут быть для меня бессмысленными. И сейчас многое меня беспокоит. Слушайте, ну это вот чего боимся-то? Ну увидите, что это нахрен чемодан без ручки. Ну, наверное, лучше в 30 увидеть, что это чемодан без ручки, чем в 130 наконец-то своими слепыми глазами разглядеть, блин, что это чемодан без ручки и расстаться с ним уже, чтобы сэкономить вот эти годы. Чего боимся-то? Наоборот, радоваться надо. Быстрее протру глаза и быстрее определюсь, нужны мне эти отношения или реально не нужны отношения. Нет, вот я сижу и боюсь. Боюсь, что они развалятся. Поэтому идем в этот страх и задаем себе вопрос. И ищем ответ, естественно. Почему я боюсь? Наоборот, надо радоваться. Я сэкономлю годы, сохраню. Почему я боюсь? Чего я боюсь на самом деле, когда я боюсь увидеть, что эти отношения бессмысленны? И чтобы вас не мучить, я вам подсказываю. Там, во глубине сибирских руд, вы найдете надломленную или отсутствующую самоценность. Я боюсь развалить эти никудышные отношения, потому что я боюсь, что следующих не будет. Вот вам ответ. Возвращаясь к вашему первому. Вот дед отговорил, дед отговорил, так хотела пойти на телесного терапевта, так хочу в психологию, что меня аж дед отговорил. То есть я разрешила деду себя отговорить. Позиция дед отговорил, но вы уже понимаете, я маленькая, дед большой, дед пришел, отговорил, непройденная сепарация, я нахожусь в позиции ребенка, в инфантильной позиции, нахожусь в позиции жертвы, другими словами. Сепарацию проходить, блин, чтобы никакой дед вас не отговаривал. Ну и можно порыться во вторичных выгодах. Почему, зачем я разрешила деду себя отговорить? Чего хорошего я искала для себя, когда я разрешала деду себя отговаривать? Мне 42, и до сих пор не могу выйти из состояния обид на отца. Он алкоголик, детство прошло в страхе, потом избиение отцом, и после мне ставят диагноз астмы и жуткая аллергия, непонятно на что. Этот АД мне надоел до смерти. Знаю, что надо эту тему прорабатывать, но мозг отказывается его простить. Уже не знаю как, мне очень нужна помощь специалиста. Смотрю на вас и вдохновляюсь вашей взрослостью, это так красиво. Очень здорово сформулировали, взрослость это действительно красиво, потому что человек максимально раскрывается во всех контекстах, во всех своих талантах, именно во взрослости. Что касается простить, не нужно заставлять себя прощать. Прощение, оно не бесплатное. Прощение, оно всегда оплачивается вашими внутренними ресурсами. Поэтому я против вот этого популярного, надо прощать, надо простить, родители это святое, нужно обязательно простить, это же мать. На прощение нужно огромное количество энергии и ресурсов. Если их нет, если ведерко дырявое, что происходит? Люди под влиянием общества, чтобы быть хорошими, лгут себе, подавляют негативные эмоции, подавляют гнев, ненависть, обиду, и рассказывают сказки себе и окружающим, что они простили. И вот на это подавление, мало того, что и так энергии нет, так вот на это подавление негативных эмоций уходит еще энергия. Человек вообще вваливается в жуткий минус. А потом у нас начинается психосоматика, болезни и так далее. Всякие срывы, панические атаки, потому что мы занимаемся обработкой того, что вот мы заперли в кладовку наши негативные эмоции и держим дверь. Держим, потому что они же ломятся. И вот на это держание двери уходит вся энергия. Поэтому отвалите от себя. Не надо прощать. Не надо прощать. Вы идете в достижение своих целей. Вы наращиваете самооценность, самооценку, любовь к себе. И постепенно, когда накапливается внутренний ресурс, количество энергии, вы учитесь защищать границы. Как раз защита границ помогает нам сохранять, накапливать энергию. И когда есть ресурс, энергия, прощение очень часто происходит автоматически. Автоматически. Однажды вы просыпаетесь и понимаете, что не чувствуете никаких обид. Не чувствуете никаких обид. Поэтому отвалите от себя, занимайтесь собой, самооценка, любовь к себе. А это как пойдет. Хорошо ли прощать? Конечно. Потому что пока мы обижены, мы как собака на веревке привязаны к обидчику. Поэтому хорошо прощать прежде всего для нас самих. Мы сами от этого выигрываем. Не обязательно общаться с обидчиком. Прощение это не значит ходить и улыбаться, общаться. Нет. Вы можете его навсегда заблокировать и никогда не допускать к себе. И при этом ничего к нему не испытывать никаких обид. Последний вопрос в этой серии. Всю дорогу было ощущение, что это какая-то расстановка. И все девочки в студии фигуры из моей головы получившие голос. Каждая словно рассказывала обо мне в разные периоды жизни. И озвучивала вопросы постоянно кружащиеся у меня в мозгу. Даже Ольга озвучила важное для меня лично. Через свою деятельность давать ценность большому количеству людей, получая от этого кайф. Честно говоря, даже не знаю, какой бы я озвучила запрос. Такой клубок, непонятно за что тянуть, чтобы распутать. Сейчас основное, пожалуй, как сделать так, чтобы то, что мне нравится, делать это женский клуб, приносило те деньги, которые хочется. И как можно снизить тревожность и страх, что дело это никому, особо кроме тебя, и не нужно. Очень боюсь сдаться на старте, не получив быстрый результат, и свалиться в привычный сценарий, пойти работать в найм, ненавистным, выдохшимся продажником. Одновременно и боюсь, и хочу на разбор. Вот смотрите, вы продажник. Чтобы продавать свой женский клуб, надо продавать. Раньше вы работали на кого-то. А теперь с таким же рвением начните продавать себя. Что касается как можно снизить тревожность и страх, что это дело никому не нужно, не надо решать за людей. Никому это кому конкретно. Вы что, всех опросили? Отвяжитесь от людей, дайте им право самим принимать решение. Это право людей. Вы же с вашей стороны должны расписать ваш клуб во всех красках, соблазнить людей вступить туда. Поэтому рассказывайте ярко, вкусно, сочно, с любовью, что там будет, как, почему это интересно, почему это полезно, как это поможет людям. И не надо думать, придумывать за людей, что там им нужно, не нужно. Оставьте людей в покое. Что касается корней этого, ну конечно же это все из детства. Мама или папа говорили вам, что то, что вы делаете, то, что вы думаете, и сами вы целиком никому не нужны и не ценны. И вы несете или леете эту негативную галлюцинацию о себе. Поэтому сепарацию проходим, отделяем, вот это вот говно, которое вам в голову насрали родители, возвращаем, самоценность, любовь к себе взращиваем. Все. Да, вы ценны, все мы ценные, и то, что мы делаем, обязательно кому-то нужно, друзья. Подведем итоги. Многие из вас уже поставили себе диагноз, уже понятно, что происходит там. Сепарация недопройдена, очень много стыда, у кого-то отсутствие действий, все понимаю, такая уже умная, осознанная, просто тупо сижу, ни хрена не делаю. Уже понимаю, что нужно менять работу, что нужно прекратить быть удобной, что нужно идти в любовь к себе и так далее. Уже все ясно, как пень и как день. Пора действовать. Диагноз поставлен, не надо больше пытаться получить ответы на свои вопросы, нужно идти в проработку. Идите в терапию, идите на мои программы, идите на чьи-то программы, начинайте с чего-то, друзья. У нас есть прекрасный мастер-класс «Убери стыд, стань богаче». Три часа практических инструментов на проработку стыда. У нас есть прекрасный мастер-класс из жертвы в победителя, тоже около трех часов практических инструментов. Как начать? Начинайте, да, ну что относиться с этими сценариями. Дальше. Те из вас, кто не задавал вопрос, нет вопроса, нет ответа. Поэтому учитесь задавать вопросы, в первую очередь, самим себе. Когда мы задаем себе вопросы, мозг начинает искать ответы. И самое главное, услышьте меня, пожалуйста, мозг начинает искать и заканчивает, он обязательно их на ходе. Понимаете, в чем дело? Поэтому, как поменять работу, как выйти на желаемый уровень дохода, как сменить сферу деятельности, как начать свой бизнес и так далее. То есть, ставьте вашему мозгу задачи, задавайте вопросы. Дальше, у некоторых проблема зашифрована в картинке. Я нахожусь в овраге, я окружена, там что-то стеклянный потолок или бетонный, в общем, что-то такое. И если ваша проблема у вас закодирована в картинке, первым делом мы перекодируем картинку. Преодолеваем, решаем образами в нашей голове с помощью любых инструментов, всевозможных. Вы хозяева вашего внутреннего мира. Поэтому все отговорки «Ой, меня эти препятствия не слушаются, как уперлась в стену и не могу», не принимаются. Раз и еще раз делаем, меняем, перерисовываем до того результата, который вам понравится. Все, прошла через эту стену, обошла, разрушила этот стеклянный потолок, выбралась из оврага и так далее. Дальше нужно обязательно подключить конкретику. Картинка это бессознательное, конкретика это сознание, что сделать, конкретно какие действия предпринять, какие мысли строить, какими мыслями сопроводить эти действия, чтобы увеличить наконец доход. Например, в идеале мы используем два подхода. Работаем с бессознательным, работаем с картинкой и работаем с конкретикой. Друзья, на этом мы с вами заканчиваем. Делитесь в комментариях, кто узнал себя и что вы собираетесь с этим делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!